Стало известно имя задержанного по делу о рассылке бомб по почте в США. Им оказался Сезар Сейок, житель города Авентура в окрестностях Майами. Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, в том числе в транспортировке взрывчатки, угрозах экс-президентам и другим людям. За это Сейок может получить до 48 лет лишения свободы. В общей сложности были перехвачены более 10 потенциально опасных посылок, которые предназначались для видных деятелей Демократической партии, редакции телеканала CNN и других известных критиков президента Дональда Трампа. Глава Федерального бюро расследования Кристофер Рэй подтвердил, что отправленные бомбы не были муляжами и рассказал, как удалось выйти на след подозреваемого. Первичный анализ лаборатории ФБР выявил отпечаток пальца на самодельном взрывном устройстве, адресованном конгрессмену Максину Уотерсу. Мы выяснили, что отпечаток этот принадлежит Сезару Сейоку. Но его арест еще не означает, что это дело полностью раскрыто. Могут быть обнаружены еще и другие подобные посылки, которые сейчас находятся в пути, сказал Рэй. Президент США Дональд Трамп лично сообщил о том, что правоохранительные органы арестовали подозреваемого и взяли его под стражу. Он поблагодарил спецслужбы за, по его словам, невероятную работу, мастерство и решимость. «Мы никогда не должны позволять политическому насилию укореняться в Америке. Мы не можем допустить этого. И я, как президент, готов сделать все от меня зависящее, чтобы пресечь это здесь и сейчас», сказал Трамп. Ранее он отметил, что произошедшее вредит республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. 56-летний задержанный продемонстрировал стремление сотрудничать со следствием и заявил на первом же допросе, что взрывные устройства никому не причинят вреда.